Мы в эфире. Антон, душа требует какую-то песню, но которую я смогу тоже подпеть. Я бы её и сам начал, но прямо сейчас в голове ни одной не крутится. Ничего нету? Ну давай я тебе помогу. Но чтобы я её тоже знал. Чтобы ты её тоже знал. Хорошо. Ой, а как тебе? Rock'n'roll этой ночью Rock'n'roll этой ночью Я думал, будет хорошо А ушло не очень Вот у меня сразу зрение поднялось. Били, не, не, так вот не надо. Хорошо, не буду. Антошка, привет. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Никита. И здравствуйте, зрители. Я в первую очередь с Антошкой, потому что я его уважаю. Здорово. Спасибо, я тоже уважаю, Никита. Прежде чем начать, важный момент. Бывали ли у тебя каловые камни? Опа, каловые камни. Давайте сразу, чтобы не было непоняток никаких. Что такое каловые камни? Это когда прессуется дерьмо в камне уже. Когда вы долго не ходите в туалет, у вас запор, и это означает, что у вас уже вспрессованы это все камни. Не смеха ради, я такую тему завел. И я тоже не смеюсь. Хоть у меня этого и не было. Не было. Больно, наверное. Очень больно. Ты, Антон, нормальную пищу ешь? Меньше мучного нужно, чтобы их не было. Сейчас уже правильную пищу ешь. Не хватит, чтобы как кашки превратились в камнешки. Ребята, побольше кашек и побольше фруктов, лактозы. Верно. Чтобы размягчалось, было мягко, и чтобы туалет потом не раскололся от этих дел, ребята. Но не надо слишком мягкое. Ладно, не суть. Мы что-то вообще, вот как всегда, ушли куда-то настолько далеко и совершенно забыли, зачем мы собрались. Дорогие друзья, мы смотрели на моем канале репортаж с канала ТОК про охотника за серийными убийцами. Вам понравился этот формат, нам тоже. Со мной связался телеканал ТОК, попросил ссылку в описании оставить. Ребята, спокойно, ссылки все оставили, люди честные. Все оставляем, ТОК. Надеюсь, что сможем дальше вас смотреть. Сегодня тоже интересный выпуск «Суд Мэтт Эксперт». О, это те самые люди, которые дают всякие разные заключения о том, когда был человек, через сколько смерть. Да-да-да. По какой причине. Но сегодня мы узнаем побольше об этой профессии. Это, в общем, новый будет, так сказать, раздел на канале «Интересные профессии». Вот это, кстати, очень хорошо, потому что я рассказывал, я смотрел программу, которая называется «Один день из жизни», по-моему, с Кириллом Набутовым, где я с удовольствием смотрю, как пожарные работают, врачи, как газовщики. Ну, а тут-то тоже «Суд Мэтт Эксперт». Тут более такие уже, как бы, на сегодняшний день нужные профессии. Нужные же профессии. Конечно. Ой, это что такое? Вот так. Это что такое, настоящие люди? Ну, нет, нет, это что? Это настоящие. Это манекены, Антошка, ты что? Кто будет настоящий, они бы разложились. А я сразу могу сказать, экола-то резаная рана. Правильно. А это снова такая же. Проникающая рана, брюшной полости, все знаю. Это головы, да, это спины и плечевого отдела. Ну, Мэтт Эксперт, я вижу, рука, кисть отрезанная, скорее всего. 113. Работа судьи на лицинской экспертизе, наверное, появляется тогда, когда возникает правосудие. Такие вот, знаете, все-таки интеллигентных людей, и сразу интеллигентные такие имена с фамилией, знаешь что, Эдуард Туманов. Сразу сразу, знаете, вот, как будто бы вот фамилия, она иногда рассказывает о твоей профессии. Вот Туманов, да, привозит к тебе человека. Ну, будем называть это терминами, да, тело. И ты сразу такой, Туман, Туман, значит, непонятно. Какой-то ты сейчас охренел. Непонятно, что случилось. Значит, Туманов развеивает, развеивает, туман рассеивает. О том, как убили этого добрика. А фамилия Гридин, вот что, сразу у тебя какая ассоциация. А поля? Старая разбитая лачуга. А Власов, это вообще просто отдельная история. Это... Антошка, запрягай коней. Ну-ка, покидай-ка ты дерьмо. Больно ты сегодня веселый. Возникает непонятно. А мне кажется, у нас хорошие фамилии с тобой. Да нет, не очень. И Власов, Гридин. Нет, хорошие. Но у меня, честно сказать, тоже ассоциация, но с другой стороны вот того же. То есть, скорее помещики какие-то там. Ну, оптимистичный ты человек. И ответ на вопрос, а чего наступила смерть? Наверное, вот когда Каин убил Алина, люди спросили, кто убил, чем убил, когда убил. И вот тот человек, который первым ответил на эти вопросы, он, по сути, является первым судебным медицинским экспертом в истории человечества. Вот так вот. То есть, увидел труп, и такой, так его закололи. Так там сразу вся почти судебная система и образовалась. Почему я стал судебным медицинским экспертом? Я до пятого курса не знал, что есть в профессии судебный медицинский эксперт. А потом начался курс судебной медицины в мединституте. И там были настолько увлекательные лекции, настолько вот интересно преподносился материал, настолько интересно проходили практические занятия. И мне это очень нравилось. И я так стал судебным медицином. Никит, вполне вероятно, что если бы ты пошел в медицинский, ты бы был судебным экспертом, скорее всего. Думаю. Судя по тем высказываниям, которые вырвали из компетенции, я бы хотел быть терапевтом общей практики. Ты бы! В приемном покое. Самая ебанная больница. Что случилось-то? Что? Что вы делаете? Нет лекарств у нас. Идите в городскую. Мы областна. Мы не принимаем. Областна, да. Ну, слушай, в принципе, если хотите, могу вам и зашить, что ли. Слушай, а вот прикинь, вот ты учишься, да? Реально. Сколько? Шесть лет учебы в универе. Такая промышлопула. Еще там ординатуры, да. Это вообще 10 лет ты учишься в медицине, да? Да. Вот прикинь, ты учишься вот 5 лет. И тут тебе говорят, что вот есть субмедэкспертиза. Типа, можно ты будешь выявлять там, как человек умер, помогать там полиции. Очень важная работа. Или там, к примеру, вот есть хирург там, который сможет. Ну, я понял тебя, какие-то операции. Да, да, да. И тут тебе говорят. Ё, а как же жопы? И что надо лечить? Фрактологом кто-то должен. Кто будет в говне копаться, парни? И девушки. Слушай, я не знаю. Мне кажется, ты все-таки слишком далеко зашел. Мне кажется, там не так это все выглядит. Типа, там люди такие, так, господа студенты, все хорошо, да? Все тут хирурги, да? Все умненькие у нас. Кто же будет у нас по заднице? Или писы проверять? Это не так работает. Это вообще, я считаю, во-первых, так даже уже плохо говорить о том, что к этим профессиям какое-то какое-то другое отношение. Нет, ни в коем случае. Я понимаю. Нет, честно тебе скажу. Эти профессии, они даже нужнее, чем вот это все. Чувак, знаешь, когда тебе не сходить в туалет и не попесать, это гораздо более, как бы... Я понимаю, да. Вопрос серьезнее, чем кто убил там кого-то. Ну, нет, в каком смысле я с тобой согласен. Потому что все умрут тогда. Да, ладно, я не хотел принижать ни в коем случае. Я просто говорю о размахах, так сказать, ну, эпичности того, что ты делаешь на работе. То есть, нет, понятно, что письки и жопы это важно. Важно, важно. То есть и гинекологам, урологам. Низкий поклон. Низкий поклон. Низкий поклон. Да, но это же все равно не так эпично, как, типа... Ну, я тебя услышал, да. Ты как Шерлок Холмс, ебать. Ну, здесь есть, знаете, некий элемент вот этой вот... Детектива. Игры поиск предмета. Скажем так. То есть у тебя... Когда жопами занимаешься, тоже. Тоже есть такое, да. Я смотрел, статью одну читал, там показывал чувак, сколько он все вытащил. Ой, у них там обычно целый вот огромный стенд. И там, батья, ребята, там что-то вот такие штуки. Там вообще не проблема. Вот это вообще самая частая в России проблема. А был чувак, наверное, который вытаскивал вот стекла из жопы того чувака, который на банку сидел. Был же этот врач, да? Был, был. Который вот прям при нем мемас был. А я думаю, это самая популярная его история на Новый год. Часоверятся такие. А еще у меня была такая история. А все все равно с уважением, с интересом еще раз слушают. Знаешь, приезжает к нам 31 декабря. Как я сейчас помню, 2005 года мужчина. Все красиво и солидно выглядит. На дорогой машине. Пиджак. Пиджак, дорогая машина. Говорит, быстрее. Говорит, что быстрее? Банк. Я говорю, какая банк? Я сел на банке и взорвалась. Ой. Ай. В общем, ребята, не до шуток. В свое первое вскрытие я настолько волновался, что у меня не то, что спина была мокрая, у меня халат был мокрый, можно было выжимать. Я сейчас вот понимаю, что я многое сделал тогда неправильно, но на мое счастье рядом стояли старшие коллеги, которые вовремя поправляли мои грехи. Но чтобы стать профессионалом, все равно надо пройти этот этап. До сих пор я помню вот эту определенную такую даже дрожь в теле, которая обусловлена была не столько вот бознюю трупа, да, сколько бознюю что-то пропустить, поставить неправильный диагноз. В кинотеатре, который что-то ищет, телефоном постоянно съедит, потерял что-то, сейчас походить нужно, поискать. В туалет отойдешь. В туалет что-то захотелось сразу, блин, только кино началось. Потому что ты уже понимаешь, что вот это твоя ответственность, ты эксперт, ты должен найти все взаимосвязи, причины смерти, с травмами и прочее. И ты решаешь сейчас судьбу человека, не умершего уже, а того человека, который предполагается виновным в причинении повреждений и так далее, и так далее. Там очень много вопросов возникает, да, а ответственность на тебе. Большой массив информации мы получаем уже непосредственно в момент вскрытия. Но это очень серьезная профессия в том плане, что ты должен безошибочно определить, как и время убийства, как и орудие убийства. И вообще, в целом, да, это же нужно быть таким внимательным, чтобы найти там волосок чужой. Внимательным надо быть, наверное. Я уверен, что нужно быть супер внимательным. И поэтому, представляешь, вот если придешь, допустим, с утра не выспавшийся, да, какой-нибудь там что-то так, сам, после выходных, и не заметил какую-нибудь одну х**у, чувака посадят в дельфинарий только из-за тебя. Вот мой Айкос еще постоянно тебя теряем, но в этой работе, наверное, получится. Да, да, я вот сейчас только что, представляете, открыл крышку. Нету! Так забыть что-нибудь. ...органов, соответственно, зная и имея представление, какими болезнями страдал человек, мы можем составить впечатление о его образе жизни, с одной стороны. С другой стороны, понимание механизма формирования травм, переломов костей скелета, прочее, позволяет нам составить достаточно отчетливое представление о том, как происходил процесс травмирования, нанесения повреждений. Некоторые исследования требуют более длительного времени, которые длятся иногда недели, иногда месяцы. Даже при осмотре тропа я уже могу сказать, допустим, сразу, там, он был левша, правша, насколько у него были развиты какие-то функции. Да, Никита, действительно, нам, скорее всего, такие вот, знаешь, точечные науки нам, наверное, уронил, скажем, уронил до пол. Такая должна быть богатая еще, ну, как сказать, вот это вот именно та профессия, одна из, где все решает опыт практически. Вот все опыт решает, я это видел, я это знаю, что, я примерно понимаю, да. Вот первый раз прийди, покажи мне просто, вот, ну, труп человека. Мне говорят, Антон, как ты думаешь, что произошло? И это вообще ничего не понятно. Что с этим делать? Ну, знаешь, отравление будет какое-то, потравит человек ядом каким-то неизвестным. Там опыт, не опыт. Но там должна быть протокол, что в первую очередь делать, например, там, снять всякие там маски отсюда, оттуда. И в жизни там физическая нагрузка либо не было, какое было питание, были ли либо золопотрепления, там, спиртными напитками и так далее, и так далее. Безусловно, мы можем многое сказать, эта профессия нас и обязывает. Это как наступила смерть, от чего она наступила, какая взаимосвязь смерти, наступившая с теми повреждениями, которые мы выявили, какой механизм образования повреждений, как они формировались, в какой последовательности, в какое время и так далее, и так далее. Очень многие вопросы, которые мы отвечаем. В профессии судебно-медицинского эксперта у нас знакомых людей всегда вызывают очень большой интерес, всегда огромное количество вопросов, и умных, и не очень умных. И не потому, что человек задает глупые вопросы, что он сам глуп, да, а потому, что он впечатление создается по смотрю каких-то телесериалов, дешевых бедыктивов и так далее. Дело доходит до того, что иногда, когда попадаю в незнакомую компанию, я предпочитаю назваться, что я инженер по сантехническому оборудованию, это никого не интересует, и от меня отстают, я спокойно могу провести вечер, а чем признаться, что я врач-судебно-медицинский эксперт, и вы можете до конца вечера отвечать на вопросы. Блин, а я бы всем говорил о том, что я судмедэксперт. Пришел бы на какую-нибудь свадьбу все пьяные, выпившие там, ну а вот если сосульки убить, ты знаешь, они же нету. Я судмедэксперт. Это понятно, что это такое. Сосулька, если вот. Или, например, там вот фекальный нож. Как думаете? Фекальный нож. Это когда из фекали замораживаешь нож? Да. Это Бедюлик рассказывал. Он говорил, что такой чувак попал под лавину и из своего дерьма слепил ножик. Его как бы ледоруб. Его заморозил, это дождь пошел, Никита. Это называется дождь. Крестьянская твоя душа. В Петербурге дождь идут. Существует огромное количество мифов и легенд, которые иногда просто даже разоблашают. Один из популярных мифов почему-то у людей, что рабочий день врача судимы в медицинского эксперта начинается с того, что я вот просто... Ланыч, что ты хотел сказать? Я так испугался, да? Я не испугался. Забавно. Я просто, ну, слышу звук. Непонятно. Просредственные. Сразу не понял, что это может быть. У нас протекает постоянно потолок после дождей. У нас. У меня я в кабинете, вот тут вот, вот над этой дверью. Покажите, что? Вот, посмотри. По приходу на работу сразу залпом выпить стакан спирта. Я, как бы, не выпив стакан спирта, я не могу начать работу по каким-то там причинам неведомо. Мне, по крайней мере. Мои коллеги очень редко употребляют алкоголь. Да, в основном это крепкие, здоровые мужчины, потому что работают тяжелые физически. Одна из легенд, это то, что, вот, допустим, эксперт, просто вот, поставив рядом с телом умершего человека, может им рассказать всю его биографию. Он начинает чуть ли не с Адама и Евы, всех его предков, и определит сразу все. Нету. Ничего себе, это может и так сделать. Дед, вообще, говорит, это миф. А, это миф. Ахахахаха. А я тоже дурак. Задачивать меня ТСАй какой-то мне сейчас рассказывать. Ай, я не поверил. Ай,可是 я испугался. А так можно, да я могу с тебе сказать, можно сказать. А, так правда можно? Да нельзя. Миф. А-а-а. Я это умозно. Колесень впервые увидели кино. Нам показывают, как будто поезд приехал Мы бы убежали Я думаю, я бы В окно Выборкнул Ребят, экспресс едет на нас Вы чего? Убегаем В случаях нам требуются Дни и месяцы работы, чтобы прийти К окончательному диагнозу Ну, когда снимают кинофильмы Допустим, либо сериал Конечно, вот это Длительно скрупулезная многомесячная работа Она ужимается в пределах одного часа И создается впечатление, что вот эксперт Просто подойдя к трупу Уже может сразу все рассказать Есть легенда, что мы все Судебно-медицинские эксперты Являемся сотрудниками правоохранительных органов Это даже во многих фильмах показывают Нет, на самом деле мы все работаем В системе Министерства здравоохранения Российской Федерации В других странах аналогичная ситуация Я был бы частным медэкспертом Да так нельзя, мне кажется Нет, можно, я был бы То есть, у меня был бы слоган моей фирмы Какой? Вам пи***ят Несите ко мне Приходите сюда Я все расскажу Ну, это, мне кажется Тебе, когда-нибудь антимонополийная служба приехала бы Сказала, что такое? Это что за слоган там фирма? Что за фирму? А что? Что? Не пи***ть Вот я все вам говорю, как и есть Умер он не от колотых ранений Он курил Многое, одну за другой И умер он от курения А потом его закололи Смотрите, желтый, смотрите, курил Секрет дешевый курил Вот и все Надо то, что и здоровье беречь, ребята Нужно нормально спортом заниматься Вот таким бы я был судом Или я бы вообще там сказал Так он не умер Я думаю, к тебе Вы труп живого человека привезли Этим шарлатаном Они его резать начали А он живой И он и помер от этого Такое бывает, наверное А такие случаи, наверное, были Единственное исключение составляют Это военные судебно-медицинские эксперты Поэтому мы все гражданские Никоим образом не подчиняемся Ни полиции, ни следствия Я думаю, к тебе только бандиты приезжали Чтоб справку дать Да он упал К тету не прокуратура Я срезал, да я расстрелял И головы нет Да, да Он свалил Он упал с лестницы И умер Вы же смотрели Синяк видели на предплече Фильм «Смерть ей к лицу» Как дядя там «Бессмерть» Выпили А потом со ступенек поскользнулись И развалились на восемь Антошка, а я же придумал викторину Да ты что? Какую? Для тебя специально Для меня? Для тех, кто знакомлен с твоим творчеством Ты ты ее с легкостью пройдешь Она сделана на манер Своей игры Я пока придумал только одну тему Это какую? Любимая актера Антона Власова Ты постоянно меня этим подкалываешь Я не понимаю, в чем дело Выбирай я рубрику Назови только тему еще Любимая актера Антона Власова за сто Хорошо Именно этот актер снялся в фильме Ставший культовым дрожь земли Кевин Бейк Правильно, играем дальше Но есть еще один актер Про которого я никогда вам не говорил К сожалению, я вот сейчас не... Там сложно его фамилия, имя Но я его помнил, но я сейчас не помню Короче, он единственный Который снялся во всех абсолютно частях дрожь земли Их было там штук семь От начала до конца Он играл усатого чувака Который стрелял из своего ружья Его звали Берт Вопрос за тысячу уже Ну да, он играл во всех Давай еще, хочешь еще вопрос какой-то? А давай, да Полицейские детективы за 300 Нет-нет-нет, это одна рубрика Любимый актер Антона Власова Хорошо, любимый актер Антона Власова За 600 Именно этот актер провел более 250 дней на съемках фильма Который провалился в прокате Вторая часть в названии фильма «Мир» Так, подожди Опа Вторая часть у него была? Нет-нет-нет, вторая названа Как бы есть полное название И вот из двух слов он состоит И второе слово «Мир» Ага Ту-ту-тун Водный мир А, Кен Костон А, все И первая провалилась Да-да-да Но любимые полицейские, если хочешь А я могу сразу ответить За 800 Томс Алик Ага Нет Значит, это Питрофальк, лейтенант Коломбо Блин Официально, чтобы обеспечить полную независимость О работе экспертов Чтобы нам нельзя было ничего приказать сверху У нас иногда случается, что на должности санитаров Подрабатывают студенты-медики На практические занятия в морг приходят не только студенты мединститута института. Ну, и других институтов, где есть предмет изучения тела немедленно. Ну, это, скажем так, студенческие розыгрыши. Они видят, что пришла группа студентов, допустим, биофака, обязательно бегут, там, разыскивают какое-нибудь яблоко, сильно хрустящее, грушу, чтобы прийти и так, со звуком укусив это яблоко, шокировать молодых девушек, да, биофака, и таким образом поддержать легенд. На самом деле, никто никогда в сексуальном зале ничего не есть. У нас есть специальные... В каком зале? В сексуальном, он сказал. Это как? Или сессиональный. На самом деле, никто никогда в сексуальном зале ничего не ест. В сексуальном, наверное. Ну, я... В сексуальном, я кушал еще. Прямая пища, где абсолютно все чистое, стерельное, которое находится вне зоны сексуальных залов. Чем отличается врач-патологоанатом от судебно-эстинского отдела? Слушай, вот один факт. У меня есть подруга, которая училась на врача. И, значит, она тоже рассказывала, что их водили-то трупы смотреть. Но она рассказывала, что их обучала женщина, которая вообще никакой защиты не носила. То есть она просто... Более того, она как-то раз резала труп и что-то как-то порезала, ей кровь попала в глаза. Кого? Трупа? Трупа, ёпта. И что она? Просто выцелась? Ну, она как-то вообще отреагировала на... Кстати, потому что вот этот вот трупный яд, насколько я слышал, это миф. Его еще не доказали, что он есть. Да? Ничего не значит, что там еще разлагается. Баркрафт-3 недостоверный, что ли? Вообще нет. То есть там что-то можно за истину взять, но... В день врач-патологоанатом изучает вопросы диагностики и развития смерти, связанной с заболеванием. Он вообще, в принципе, не касается вопросов, которые рассматривают механизм наступления насильственной смерти. Пример. Тело мужчины найдено на остановке. Согласитесь, с равной долей вероятности. Он мог, допустим, умереть от инфаркта миокарда, стромбоэмболия легочной артерии, то есть смерть в результате заболевания. Но также он мог умереть, допустим, и от какого-то повреждения, допустим, колотые резные раны, от отравления и так далее. Когда врач-патологоанатом идет на вскрытие, у него есть уже история болезни, у него есть выкладки по предварительным анализам, то есть он уже предварительно ориентирован. А мы все, что знаем, это найден утром на остановке. Экспертиза живых лиц, а это 50% нашей работы, да, вот как в народе говорят, снять побои, это не совсем правильно, конечно, выражено. Определить факт наличия повреждений на теле человека, давность, механизмы образования, связи. А это и они шитью занимаются, да? То есть как бы они работают... Людмила шла к судмедэксперту после того стрима с Гобзомом. ...здоровье, семей, функции, повреждениям уже в улице, это может только судебно-медицинский эксперт. Экспертиза половых состояний, половых преступлений, образование следов биологического происхождения, допустим, тех же следов крови, давность, механизм образования следов крови, брызги, потеки, помарки. Это все вопросы компетенции судебно-медицинского эксперта. Блин, вот все в нашем мире, да, вот изучение. Все можно сделать. Ничего без внимания человека не обошлось. Да, и без следа ничего не может пропасть. Вот такая, да? Вот, значит, человека, допустим, застрелили на ковре. То есть этот ковер невозможно отмыть, от этих всех, от крови вообще никак нельзя. Более того, скажу, вот у нас сейчас, ну сейчас уже этой рекламы нету, но я по телеку видел, какой-то порошок стиральный, в общем, и черное, и белое стираете, и отстирывает даже кровь. По телеку показали, я такой думаю, интересно. Типа... На кого направлено? Да, вот кто бы мог, интересно, заинтересовать именно такое? Неужели у нас столько кровяки у всех дома, что все такие, о, кровь отстирывается. А я как раз свиней дома режу на коврис. Нет, ну это и отдельная история. Я думаю, тебе там не надо вообще ничего стирать, если ты каждый день порося накалываешь там у себя дома. Это жесть. Братан, тебе в дырку надо, а не за порошком бежать. Сказать, что судебные медики работают не только на следствии. Судебная медицина – это не наука на службе у следствия, это наука на службе у истины. А сейчас у меня работа – это преимущественно убийство. Это какие-то особо сложные случаи, которые стоят на контроле у руководства Следственного комитета и так далее, и так далее. Я с возрастом начал понимать, что я наибольшее удовлетворение получаю в своей работе, когда по результатам проведенной моей экспертизы проводится решение об оправдании человека, о прекращении уголовного дела. Я искренне уверен, что лучше оправдать действительного виновного, чем осудить одного невиновного. Ну вот просто, допустим, в качестве иллюстрации. Мы выехали на место преступления предполагаемого. Частное домовладение, на веранте лежал труп мужчины. В спину, перерубив позвоночник, фактически по обошок был загнан топор. Какая самая первая версия сотрудников следствия, что человека убили? Так? В результатном вскрытии было установлено, что смерть на самом деле наступила от развития инфаркта миокарда. Но этот мужчина жил в даем с братом, который страдал психическими расстройствами. Он фактически полностью зависел от своего брата, да, там, в своем жизни, потому что он был недееспособен. И вот у брата случился сердечный приступ, он упал. Младший брат его полдня там отвлекал. Потом разозлился, что старший брат на него не реагирует, ударил его топором. Уже мертвым. Блин! Жесть! Ну, братик, спасибо! Ну, слушай, представляешь, таки, а как это выяснить можно было? Как? Вот как это можно было выяснить? Так он же сказал, они ее диагностировали. А кто? А можно сказать, что у человека инфаркт наступил в тот момент, когда на него топором замахнулись? И удалил раньше, чем... Даже если так. Что меняет ситуацию? Да то, что ты его убил! А не, сердечко шайнуло. Я думаю, что там как-то это отслеживается, типа, что вот, там сердце уже не работает столько-то времени. Я тоже так думаю. Мужчина на выходе из ресторана и сбивает женщин. И он, и она находится в состоянии алкоперного опьянения. Мимо проходят двое молодых людей. Они не с ним... Крестенье! Десос всякую, черт! Вот умный человек. Всю жизнь свою работал, разбирался, науку, знаю, кандидат, наверное, какой-нибудь. Вы такие обсуждать собрались. Как нас, наверное, ненавидят все. Кого мы смотрим? Мы такие, кто вы такие вообще? Откуда вы делитесь? Мы такие, ну, я считаю, может быть, это... Вот Антон Вайфорсер. Я продавал компьютеры 10 лет, Никита нигде не работал никогда. Повар по образованию. Мы тут слушаем... Я просто заселил, что он уже вышел из ресторана и начал бить бабу. Пьяно. И он тоже пьяный. Это кто? Так вот он рассказал. Так как слушаешь? А, ну это да. Кто вступает за женщину, мужчина сразу переключает свое внимание на этих двоих молодых людей и лезет в драку. И вот один из парней уклоняется от удара и наносит встречный удар ему в переносицу. После этого мужчина падает, хрипит и умирает до приезда скорой помощи. И казалось бы, всем очевидно, да, вот смерть наступила после удара. И вот этот молодой парень искренне скорбит, он искренне считает, что он убил. Он дает признательные показания, что я ударил, после этого человек умер. Он уверяет, что он не хотел этой смерти. Но так как он занимался боксом, оказывается, до этого обвинение определяет, что вот за будущее. Вот это страшная тема, я хочу сказать. В последнее время все чаще-чаще случаются вот эти вот нападения на людей, людьми, умеющими драться профессионально. Ты что угодно можешь знать в теории, как надо действовать там и все, но ты ничего не сделаешь, если против тебя вышел боец ММА и просто взялся и подворот не один раз ударил. Просто все, скворечник разлетелся, как арбуз. Щелкнул по носу. Он просто, да, мне щелкнул. Какой бы я там здоровый на вид не был, высокий, Антон Власов умер на месте. Не то, что до приезда скорой, в общем, до того момента, когда я упал. Ты же понимаешь, и обычный человек тебя может ударить так. И обычный можешь ударить. Ну, это, скорее всего, будет с меньшей вероятностью, но если придадет ко мне человек с поставленным ударом, там, перенес удар на заднюю ногу, и как мне вгибать? Я просто как в харрисмоде улечу, да? Как от рейлгана какого-нибудь. И все, и меня нету, и что? А он потом убежит, и все, и кайва не найдут. И мать моя будет плакать. Говорит, что там был хороший человек, и ускоречник разбили, б***ь. Просто за то, что он шел в ребрыжку, висел и домой, что у него такой хороший был день. Е-б***ь! А потом будет тебе дядечка этот разделывать. Да, да, потом меня нашинкует там. Бить, как у него был правильно поставлен удар, и все вот крутится вокруг этого. Но эксперт изначально поставил причину смерти закрытую черепно-мозговую травму. Но когда уже назначили повторную экспертизу, она пришла к нам, мы пересматривали все препараты, потому что изымаются кусочки внутренних органов, делаются гистологические препараты для микроскопического исследования. То мы обнаружили, что в целом ряде сосудов была патология стенок, причем она врожденная. И она развивается постепенно, с годами, становясь более и более, скажем так, злокачественной формой приобретая. Этот мужчина, он мог погибнуть от разрыва патологически измененных сосудов головного мозга фактически в любой момент, от любого даже кошлевого толчка. Просто так совпало, что, смотрите, он в состоянии алкогольного опьянения, вырожденное психо-пансидиальное возбуждение, двигательная активность, подъем артериального давления, он гипертоник. И вот момент удара совпал с разрывом патологически измененного сосуда. То есть получается, что связь носит фактически случайный характер между смертью и ударом. И надо было видеть вот лицо обвиняемого, когда он узнал, что по результатам экспертизы он не виновен в наступлении смерти. Вот это действительно случай, который надо было разбирать, задумываться. Многие скажут, конечно, что все же это странно, что у него, конечно, были патологии, да, там артерии, все, мог отчиху убереть, но умер он почему-то после лотара боксера. Нет, я понимаю, о чем ты говоришь, Антон. Я тоже искренне рад, что этот человек в итоге оказался невиновен и не сидит по этому делу. Если он, конечно, раз эксперт сказал, ведь так он сказал, что он невиновен, потому что мы провели экспертизу. Но это все равно слегка странно. Нельзя же убить беспомощного инвалида. И сказать, что он в любой момент мог просто-напросто отъехать, потому что он был уже... Отъехал, потому что его ногами... Да, но в тот момент, когда кто-то его на улице поймал, в подворотне ударил, он в этот момент, да, у него там случился... Ну, это смягчающее обстоятельство, понимаешь? Ну, может быть, условку ему дали, но все равно. То есть, как бы, пример хороший, но я его не понял. Следующее расследование для экспертов это падение с высоты, когда мы определяем совокупность всех повреждений в этих условиях. Потому что, как правило, если происходит особенно падение молодых людей, всегда возникает версия, что кто-то их выбросил, сперва совершил какие-то насильственные действия над ними, а потом уже, чтобы скрыть преступление, сбросили там, допустим, с балкона. А ведь тут требует установить все совокупность данных. Да, следует учитывать и обстановку на месте происшествия, и высоту дома, и архитектуру дома. Тысяча один фактор, который эксперт должен держать в голове, чтобы дать адекватный, нормальный экспертный вывод. Как сказать, почти что Элай Нуар какой-то. Только очень сложный, запутанный, где тебе нет права на ошибку. Хотя Элай Нуар, хорошая игра. Играл, мне понравилось. Очень интересно. Это одна из немногих игр, которые действительно меня заинтересовали. Надо сказать, что я бы эту игру рекомендовал всем, кто хочет познакомиться с работой, да, полиции и криминалистов. Потому что... Ну там можно прямо вот, знаете, настолько хорошо сделана анимация лица, что можно понять, видит ли этот дед. Нет, там... Она сделана, на самом деле, она сделана. Нет, она сделана хорошо. Она сделана... Она типа... Она просто сделана лучше, чем тогда делали анимации лица. Но она все равно такая же всратая и там непонятный человек или нет. 2011 год. Можно понять, он так вот все селит, мнется, булками ездит, такой, ты и виновен. Но, чтобы это не голосовало, он должен быть все равно, вы должны ему улику показать. И он расколется. А если у вас нет хуявы, даже если он по мимике все равно не докажется. Так все равно не страшно. Знаете, я с огромным удивлением в свое время узнал, что есть, оказывается, сайты, где там рассуждают о смерти, о способах самоубийства. Мне это шокировало. Человек создан для того, чтобы жить, а не для того, чтобы умирать. Поверьте мне. И рассуждать о смерти, ну, глупо и безрассудно. Да, мы должны помнить, что рано или поздно в нашей жизни путь закончится, и он должен закончиться достойно. А вот рассуждение, как так умереть, чтобы была болезненно, болезненно. Смерть всегда болезненна, поверьте мне. Я видал много смертей. Единственное, как ты к ней готов? Но я хочу сказать, что, как пишут на сайтах, да, мгновенная смерть, моментальная смерть. Такого не бывает. Когда такой профессии человек всегда проскальзывает, что философские отношения к жизни всегда. я причем смотрел, наверное, не из сток вот этого сайта, с этого канала, а из какого-то другого. И там тоже был. Сотого такого, нет? Да, 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 да. Тоже такие у него сыбы, это необычные такие. И он тоже, именно то же самое говорил, что существует, да, там, смерть и жизнь, и все такое. Он говорит, нужно к ней относиться. Но прямо вот чувствуется, что эти люди, они как будто бы повидали столько жести, что, может быть, хотя донести, что действительно жизнь, она намного ценнее, чем просто так говорят. Короче говоря, я даже сам надумался в один момент, когда смотрел, вот я такой думал, Я считаю, вот эти интервью этим и полезны. продолжать на свое время. Кто к нему может об этом говорить, который каждый. То, что находят в желудочно-кишечном тракте, да, это можно рассказывать не отдельно. Все, что можно туда запихать, все, что можно найти в теле человека. Но вот одно из самых таких необычных нашли иглу в головном мозге у женщины. При этом череп был абсолютно не поврежден. А в головном мозге я заслушался, мне даже сигарет упала. Я эту тему слыхал. И неужели это правда, окажется, что можно в артерию чуваку вогнать иголку и она поплывет и в мозг тебя застряли. Чего? Я чувак такое слыхал. И это как бы на самом деле самая главная байка, которую вообще пугали чуваки и в деревнях и рассказывали об этом истории и все такое. Может быть даже и все сай было. Послушаем. Это так называемая цыганская игла длиною полу 10 сантиметров. Но это игла, которая седла шьет. А, ну нет, такого не может быть, конечно. Она могла туда попасть, не повредив череп. Вообще ничего не повредило. Женщина достаточно была возрастная. Через днем. Счастье, она жива до сих пор. Это эксперт сеза живого лица. Когда-то очень давно был такой способ убийства новорожденных, когда иглу через родничок водили в полость черепа. Повреждался головной мозг, новорожденный погибал, а снаружи формально никаких повреждений. И, очевидно, вот кто-то пытался ее таким образом убил. Ребята, это жесть! КРИК! Зачем вообще такую дичь? Зачем убить ребенка? Ё, он же сказал. Родничок, ё-моё. Это цыгане? Я не знаю. Он не говорил. Цыгане? Наверное, цыгане. Еще раз, подожди. Он сказал про цыган. Тогда-то очень давно был такой способ убийства новорожденных, когда иглу через родничок водили в полость черепа. Блин, почему я подумал, что цыган? Я не знаю. Потому что сказали цыганская игла. А, цыганская игла, потому что... Извините, ребят, я не понял. Повреждался головной мозг, новорожденный погибал, а снаружи формально никаких повреждений. И, очевидно, вот кто-то пытался ее таким образом убить, но не были повреждены жизненно важные структуры головного мозга. А потом, по мере ее роста и взросления, головной мозг отстроился, возместил этот дефект и абсолютно нормальный, адекватный, физически здоровый и психически здоровый женщина. И игла – это, ну, была случайная находка, когда там искали совсем другое заболевание. Сейчас сразу оговорюсь, уже такое невозможно, потому что законодательно все смерти новорожденных обязательно подлежат, особенно внестационных, подлежат судебно-медицинскому исследованию. И поэтому, слава богу, уже лет 50-60, как это сошло на нет. Стол, то есть 50 лет назад была тема. Ну, похоже, что да. Что, типа, вот просто мертвый младенец. И все такие «А, бомбей!» Ну, похоже. Не будем проверять, почему так это было. Я не знаю, может быть, еще не была развита именно в такой степени судебно-медицинская экспертиза и не проверяли, да, факт убийства детей, потому что они не могли поверить в то, что это возможно вообще. Или как? Типа, в СССР этого не делали. Да бред какой-то. Если это была не новость, для меня была сейчас шокирующая, бред, новость. Про иглу, про этого. Это жесть. В настоящее время, ну, наверное, уже фактически невозможно, потому что очень развита аналитическая химия и очень высокого уровня достигла современно-химическое оборудование, которое ловит даже не столько целую молекулу уже ледовитое вещество, она даже видит обломок этой молекул. И поэтому всем потенциальным отравителям могу сказать, что не стоит надеяться, что отравление пройдет незамеченным. Идеального убийства не существует. В этом я убеждался уже многократно. Блин, жесть, а это что-то? Как будто... Может выстрел? Какой-то выстрел? Я слышал историю, был в Москве чувак, который увлекся ядами. Яды есть разные, они есть еще в медицинских... Не суть, ядами, другими ядами, которыми травить нужно. Увлекся ядами, ну, не шиз, ну, манья, короче, тоже такой был. И он, короче, начал травить всех подряд. Сначала он начал травить свою первую жену, потом он начал травить свою вторую жену. Случайно съела яд его дочка. Что травануло? Вообще всех подряд травил. Ты в Москве был? Просто мужик увлекся ядами и стал... И что в итоге-то? Десять тропов. Десять человек убил! Хера себе! А он просто увлекся из-за интереса какого-то, что ли? Видимо, да. Но он в тюрьме, надеюсь. Трупному запаху привыкнуть невозможно, потому что трупный запах это не какое-то единое химическое вещество, это комбинация химических веществ, которые выделяются при разложении трупа. И они являются безусловными раздражителями для центральной нервной системы, и поэтому привыкнуть к этому запаху можно только в одном случае, если произошло какое-то органическое поражение головного мозга, и обонятельный центр погиб. Но тогда человек и работать не сможет. Все эксперты стараются по возможности его избегать, но бывают случаи, когда ты вынужден стоять и работать с таким телом. И вот тут самая большая глупость это забивать гнилостный запах каким-то другим запахом, ну, допустим, запахом духов. В конечном итоге получится, что запах этих духов будет ассоциироваться с запахом трупа и в результате... на маску напшипал, одел, пахнет там у тебя вкусненько как-нибудь красная Москва, и ты потом... Это лучше трупный запах, чем красную Москва у него. А-а-а, ты чё? Ты дурак, что ли? Шипром еще попшикшем Москва. Ты это дорогая тема была, а ты чё? Сто рублей стоили, они самые дешевые духи, и красная Москва, и шипр. Как? Ты чё? Несёшь сто рублей, и духи никогда не стоили. Я тебе за 300 рублей сейчас куплю за шипр. Я про советское время тебе говорю, когда не облачутся каких-то там типа карабанов твоих. В транспорте... Не, я русская Москва, красная Москва нравится. Вот душись, а чё ты там форном пшикаешься? Вот душись красной Москвой. А я тебе скажу почему. Во-первых, потому что ты женский духи, и трассный. Знаешь, шипром. А во-вторых, деколон Саша. Кто его свидетель до сих пор продается ещё в Акке, и ещё... И очень даже неплохой. Я им чищу, Айкос с него пьют на этом. И Айкос чистит. Нужно возникнуть рвотный позыв. Мой приятель... Тоже однородный смертяга. Вообще вычищают уши, чем эти палочки. И мы девчонки пообразили на маску духами Ландыш, были такие. И они пошли, и там гнилый труп. Всё, у него теперь Ландыш с гнилым трупом ассоциацией на всю жизнь, наверное, остался. Жесть. Вот эти все причём помещения, да? Когда вот... Нужно что-то... Я вот тоже думал про обои с Микки Молсом. Типа, чтобы просто повеселее было. Крокодина Гена Шапокляк, чтобы там были вот этот колобок, ну погоди. Три поросёнка, типа. Можно такое всё? Чтобы ты заходил, хоть повеселее было. Это что такое вообще? Представляешь, вот эта вот открытая проводка, вот эти вот всякие тумблины. Да, да, да. Ну окна большие нужны, чтобы это было. Депрессивненько. А нужно, чтобы у тебя... Ты заходил, у тебя Микки Молс такой. Чтобы стоял гуффи. Да я думаю, не надо всё-таки. Наверное, знаешь, Никит, надо соответствовать тому, чем ты занимаешься. Именно место в этом плане. Вот смотрите, у нас студия. Она похожа на морг какой-то? Нет. Тут всё красиво, ярко. Тут какие-то приколы. И вот Никита, если не будет дальше всё громить, разбивать... Так, может, место побольше сделала. Надеюсь, не будем мы этого делать. Это, конечно, одни ассоциации, но когда ты смотришь, ну вот это... Особенно, когда господин Туманов поднимался по лестнице вот этой, которая была в этой судмедэкспертной какой-то лаборатории, это что-то так всё выглядит, обшарпанно, убито. Туда такого реально трупа бы привозить. Вот почему так? Вот как так? Холодильник вот можно было Бош новый поставить какой-нибудь серый. А, ты сейчас скажи, верните, купить обычный, это тоже какой-нибудь. Падает в морг, целый ряд сперва бюрократических процедур. Да, то есть, это тело регистрируется, описывается в соответствующих журналах. Если это происходит ночью, когда вскрытие не производится, тело помещается в специальное трупохранилище, где поддерживается определенная температура, которая препятствует разложению тела. Когда начинается работа в секционном зале, тело уже перемещается на секционный стол, где эксперты вначале описывают всю одежду, обращая внимание на все наложения, загрязнения, опачкывания, разрывы, повреждения одежды. Потом одежда снимается, исследуется непосредственно уже тело человека, исследуется наличие повреждений, цвет кожного покрова, наложения на теле. Описываются все стигмы, которые есть на теле, татуировки, родинки, шрамы и так далее, которые позволят потенциально потом опознать тело. Потом уже начинается, собственно говоря, этап вскрытия, когда производятся секционные разрезы, извлекаются внутренние органы, исследуются, забираются кусочки внутренних органов на последующее химическое исследование, гистологическое исследование, то есть микроскопическое исследование. После этого внутренние органы выкладываются в соответствующем порядке внутри тела, тело ушивается, обмывается и уже выдается родственникам при наличии родственников, если не есть. Либо направляясь опять в трупохранилище на сохранение до либо появления законных представителей тела умершего, либо пока не произойдет восстановленный срок государственного захоронения. Нет, никто никогда... Ну, слушайте, ну да, как я и говорил, конечно же, процесс там вообще точен за эти десятилетия на... Нельзя как в морг, как в Макдональдзе зайти, получается? Нельзя так зайти, там, да, поковыряться, где-таки там себе на фарме забрать, там, прять волос. Это не кем запрещено, так нельзя делать. Нужно, если ты делаешь работу, делать ее хорошо. А, и вот сексологический зал все-таки называется, да, не сексологический. Зал секса. Это мы все поняли, конечно. Я просто вспомнил игру еще, конечно, ну, это что-то... Вивисектор, помнишь, как в Вивисекцию делали, это пи***ц? Это жесть! Я помню игра X-Files, где тоже нужно... Это была пародия Resident Evil, и там был момент, когда трупы нужно было разрезать, очень интересно. А в оригинальном сериале там постоянно агент Скаля, она, кстати, судмедэксперт была, в общем-то, от ВБР, и все, ну, постоянно. Мне нравилось, когда они вскрывали чувака, который был невидимкой. Лежит на столе, просто пустой стол, смотрит такая, и все начинает посыпать, короче, специально этой пудрой для отпечатков пальцев, и этот чувак появляется, вот тут было интересно. Органы не выкидывал, это все сказки. Органы оборачиваются иногда в простынь, это делается, если есть множественные разрывы кожи, допустим, в результате травмы, да, и чтобы предотвратить их выпадение, да, их надо во что-то завернуть, да? Это вполне естественное желание сотрудников МОРГа как-то обеспечить максимальную сохранность частей тела труб. Врач-судимый медицинский эксперт должен уметь максимально абстрагироваться от своего пациента, потому что, когда у нас возникают личные отношения у врача, допустим, терапевта с пациентом, это мешает объективно оценить его статус, да, и установить истинный диагноз. Поэтому в момент производства судимых медицинских действий... Жесть, ты видел, да, вот такие вот заседочки, это, походу, вообще пилили что-то на этом столе. Грудину вскрывают и уж пилят. Я думаю, не так глубоко, может, вообще отпиливали что-то, часть какую-то. Да, и установить истинный диагноз. Поэтому в момент производства судимых медицинских действий каких-то... Жди насквозь пропиливают, а тебе не фильм чужой, где ты просто пилишь, пилишь, уже... Чувак, ты уже стол пилишь! Чувак, ты нормальный! Должны быть максимально абстрагированы, максимально холодны. Мы должны следовать не своим эмоциям, а истине. А эмоции могут помешать. Но это не значит, что мы становимся роботами. Скажем так, мне и 25 лет назад, и сейчас очень тяжело проводить детские вскрытия. Я всегда очень долго, несколько дней прихожу в себя, хотя я понимаю, что это моя профессия, что я должен это сделать, я должен установить причину смерти. Вот для меня это всегда очень морально тяжело. Нет, эксперт не работает с телом детского человека. Всегда приглашается врач, который я никогда в глаза не видел и не знал. То есть вскрытие необходимо провести, но если бы ты знал этого человека, видел, ты его не вскрываешь. Моя работа никак не повлияла на восприятие смерти. Наверное, потому что еще до прихода в профессию я был верующим человеком. А верующие люди, неважно, к какой они конфессии относятся, они готовы к смерти каждый день своей жизни. Но у меня вот какая была эмпатия, такая и осталась. При наличии здоровой психики ты относишься к этому просто как к своей работе. Мне кажется, конечно, если человек действительно силен духом, и вот религиозный, и может рассуждать рассудительно, оценивать правильно обстановку, то, конечно, может быть, будет профдеформация, но не такая сильная. Но ее не может быть совсем, не быть. Правильно? То есть я думаю, что все-таки чуть по-другому, иначе стал относиться судный эксперт к жизни, но такого не может быть, что там вообще не поменялось. Хоть какой ты сильный духом, блин, но ты каждый день смотришь на чью-то смерть. Не можешь. К разряду легенд про судебных медиков, что вот судебные медики становятся злобными, циничными. Нет, я знаю очень много судебных медиков, которые там пишут книги, играют на гитарах, поют прекрасные песни, участвуют в КВНах. Ты никогда не скажешь, да, вот по этому человеку, что он каждый день сталкивается со смертью. Просто нужно уметь, наверное, в такой профессии не переносить это домой. Мне кажется, просто Антон, очень много профессий сталкиваются со смертью, на самом деле. И это мы с тобой, люди, которые никак не сталкиваемся со смертью по роду нашей профессии. Ну это правда. Придаем ему слишком большое значение. Ну что, это слишком сильно, это на нас, может, слишком сильно повлияет. Ну что, медики, вообще все абсолютно сталкиваются со смертью. Полицейские, пожарные, это только госслужбы. А всякие есть люди, которые я усмотрел недавно. Репортаж про человека, который убирает квартиры после разложив всех всех трупов. Да ладно. Да, то есть, знаешь, когда там уже он разложился на третий день, что он аж в кровать впилился. Со смертью очень многие профессии имеют дело. Ой, уже есть страх. Похороны, эти всякие фирмы, церкви. Ужаса все равно нет. Почему я люблю свою работу? Она мне нравится. Почему вот одному нравится блондинке, другому бронетке, да, мне нравится быть педагогом. Есть определенный элемент артистизма, да, в этом. Знать то, что другим неведомо, да, заниматься научной работой, которая позволяет, да, моя профессия заниматься. Открывать что-то новое, понимать новые механизмы. Развитие заболеваний, соответственно, понимая это, ты понимаешь, как с этим бороться, как предотвращать это. Мне интересно то, что у меня нету рутину, у меня нет конвейера, что каждый день никогда не бывает похож на другой. У меня командировки от Калининграда до Владивостока, до Сахалина. Такая жизнь по мне. Хотя, возможно, кто-то другой такого не выдержит. Блин, ну, интересный рассказ, конечно. Рассказ, конечно, очень интересный, увлекательный. Я думаю, что мы бы с радостью посмотрели еще какие-нибудь репортажи с канала ТОЛП. Может быть, вы в комментариях захотите увидеть нашу реакцию на один из этих выпусков. Может быть, какую-то именно интересную профессию, которую вы хотели все посмотреть, да, напишите в комментариях какого бы. Тут нам интересно было, мы решили ее посмотреть, но я не пожалел, что посмотрели. Ни минуты не пожалел, конечно, очень интересно. Я люблю такие рассказы. Особенно, знаешь, смотреть людей, которые так сильно захвачены своим делом и эксперты. Ну, и человек сам при себе приятный. Человек приятный. Я скажу так, конечно, приятно видеть, когда человек, знаешь, нашел себя, и он находится в своей профессии, занимается делом, которое ему нравится. Пусть оно даже для остальных кажется диким. Как это вообще? Что тебе принесли? А я рад, что вот такие есть люди у нас все же на планете, которые готовы заниматься то, чем не готовы заниматься другие. Я, знаете, считаю, вот если мы дебилы, хорошо, что есть люди поубьнее нас, которые все же в этой жизни кое-что-то победают. Не такие дебилы. Не такие, да. Что с нас взять? А человек приносит нереальную пользу. А на этом все. С вами был Дебил Кузьмин, Дебил Гласов. Дурачок Антон. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки дурачкам. Всем пока, ребята. До свидания, дорогие друзья. Реки себя, все доброе, до свидания.